Друзья мои, всем салют, это я Романович, и я предлагаю вам, если вы поддерживаете этот видос, сделать на регулярной основе рубрику дичь с Вайлдберрис. Вы знаете, порой ты так сидишь на Вайлдберрис вечерочком на горшочке и вместо Алиэкспресс его листаешь, потому что на Алиэкспресс ты посмотрел курс, это дичь страшная, ты понимаешь, что эту мелочевку пока ты там дождешься, это будет жестко. Нет, как курс понизится на Алиэкспресс, чуть станет адекватным, Алиэкспресс образумится российский, дичь с Алиэкспресса вернется тоже, но сейчас я предлагаю посматривать на Вайлдберрис, здесь много всего интересного попадается. Вот пример, значит, я нашел колонку Xiaomi, вроде бы как, потому что название по крайней мере здесь так и гласит, ну точнее даже не название, а подкатегория. И логотипчик рядом есть, ну там на Вайлдберрис можно схитрить, вот такая вот колоночка привлекла мое внимание, ну во-первых, вот это вот неон, ультрафиолет уже сразу притягивает взгляды. Второй момент, я такой, о, так она еще и как капсула сделана, да и что-то и название реально даже на логотип Xiaomi похоже, особенно вот эта вот буква М, да? Цена максимально адекватная, 1433 рубля, ну то есть типа вообще классно, а я ее еще за 1300 успел рвать, а неделю назад она, по-моему, стоила около 1200, то есть вот настолько снижалась цена. Да, есть черный вариант, есть белый, собственно говоря, отзывы прям очень неплохие, люди говорят там, кто на день рождения дарит, кто ребенку дарит, кто еще кому-то что-то дарит. Вот единственный от Екатерины плохой отзыв был, единицы, и от Елены, да? Но у них что-то там звука нет и что-то не дошло, что-то разбилось. Короче, много вот этого всего посмотрел, блин, надо брать, надо смотреть, потому что порой людям вот что-то нужно вот за небольшие бабки, что-то интересное и плюс хочется проверить, чем же нас фарширует в Альберес. Сегодня в этом видосе этим и займемся. На наш рынок врывается Honor X9A, один из самых тонких и стильных смартфонов на рынке. Давайте посмотрим, чем он интересен. OLED-дисплей с тонкими рамками и поддержкой более 1 миллиарда цветов и частотой обновления 120 Гц. Также присутствует встроенный сканер отпечатка пальца. Приятная сочная картинка и максимально плавная работа. Что интересно, у экрана покатые края и защита от царапин и повреждений благодаря прочному закаленному стеклу. Аппарат вышел максимально тонким и легким. Его вес составляет всего лишь 175 грамм и толщина 7,9 миллиметра. При всем при том, что емкость аккумулятора 5100 миллиампер час. За железо здесь отвечает Snapdragon 695 в паре с 6 гигабайтами оперативной памяти и технологии ее расширения до 11 гигабайт. Ну и соответственно 128 гигабайтам накопителем прям сразу из коробки. Что позволяет отлично себя чувствовать в обычной повседневной жизни и играть спокойно во многие игры на средне-высоких настройках графики. На обратной стороне кольцо из блока камер. Выглядит это по-настоящему эффектно. Основу поставили на 64 мегапикселя с поддержкой искусственного интеллекта. 5 мегапиксельный ультраширик. Ну и про макро не забыли. Honor X9A уже доступен во всех магазинах. По цене 24 990 рублей. Плюс при покупке вы получаете наушники в подарок Honor Earbuds X3. Все подробности по ссылке в описании. Ага. Ну мне уже нравится уровень обмотки-замотки. Ну а в целом, кстати, если посмотреть на этот магазин, который продает это все, то там становится понятно, что пол в Альбереса Xiaomi. То есть понимаете? Вот вы не знали, да? А у меня камин Xiaomi. А у меня вот эти вот фонари висят сзади на фоне Xiaomi. Я вам говорю, блядь. И вот точно так же у этих ребят. И нож от Xiaomi у меня. Потому что видите, желтый, черный. Ну а почему это не все? Не, Realme. Нож у меня Realme, блядь. Ну то есть это те ребята, которые прохавали фишку еще. Китайцы давно стали этим пользоваться на Алиэкспресс. Когда где бы название не фигурировало Xiaomi, продажи увеличиваются конкретно. Значит, Type-C, слава богу, кстати, Type-C идет в комплекте. Есть такое дело. Ну и, собственно говоря, вот сама колоночка. Кстати, что меня еще привлекло в этой малышечке, это то, что здесь в открытую будет ходить пассивка. Причем, что с двух сторон. Вот это вот тоже момент. То есть это подсветочка симпатичная. Все, кстати, отзывались хорошо о подсветке там в отзывах. Плюс пассивочки открытые. Ничего подобного. Даже там у Hopstar или еще у кого-то, да, кто вот любит этим заниматься. Ничего подобного я не видел. Поэтому я действительно охотно поверил, что это Xiaomi-шная колонка для какого-то внутреннего рынка. Но потом я вот вбивал в поиски, вообще в целом в гугле, что такие, кто такие Кимисо. Ну, то есть это вот такая вот пурга. Это вот такая вот канитель. Ну, что-то не особо это все, да, похоже эта фирма на Xiaomi. Хотя, черт его знает, там на этом седьмом киселе не разберешься. Ну, не особо похоже. Ну, вот прям вот типичные подделки из китайского подвала. Все-таки мне кажется, что это самозванцы какие-то. Значит, у нас с вами прям снизу полностью спеки расписаны. Выходная мощность, кстати, неизвестна была, не указана там у продавца. 5 ватт теперь мы знаем. Значит, дальше у нас идут динамики. У нас они здесь 52, точнее динамик 52 миллиметра с сопротивлением 4 ома. Заряжается все это дело от 5 вольт до 10 метров работает. Блютуз, ну и батарейка 1200 миллиампер час. Вроде как там все это рассчитано чуть ли не на 6 часов воспроизведения. Все, в принципе, здесь больше нечего смотреть. Кстати, вот как будто здесь, судя по коробке, обещают, что есть спикерфон. То есть можно даже будет отвечать на звонки. И получается где-то еще здесь... Ага, да. Где-то еще здесь есть возможность вставлять флешки полноценные. Ну, явно не девайсы заряжать. Микро-SD карточку втыкать. AUX на месте. Type-C-шник здесь. Еще не хватает реально водонепроницаемости. Но судя по вот этим щелям, здесь ее вообще даже не рассматривали. То есть, ну, понятное дело, и на ценник смотришь, и ее не рассматривали. Но по щелям тоже. Качелька громкости вот с этой стороны находится. И кнопка M, чтобы переключаться между режимами. И вот на противоположной стороне чуть левее находится кнопка включения и, значит, регулировка подсветки. Все. Ну, вы понимаете все? Не надо никаких иллюзий строить. Давайте тестить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Басиком достаточно, я скажу вам, добротно справляется. Это, ну, не могу сказать, что сочно. Это вот все-таки плотновато. Не плотно, но вот прям плотновато. Достаточно так емко отбивает. Действительно, пассивки ходят. Но чувствуется, конечно, пустота. Здесь пустота нереальная внутри. Я понимаю, что вы скажете, типа, ну, а что ты ждал? 1300 рублей, блядь. Великие деньги. И ты ждал там басика? Да нет, собственно говоря, я ничего не ожидал. Я вам просто вот как бы рассказываю свои ощущения. У меня сразу, да, в голове закрадывается такая мысль, что, типа, всегда, когда, да, такие вот вещи покупаешь, если бы я это покупал не для видео, а вот для себя, мне закрадываются всегда такие мысли. Это не важно, там, это может быть там рыбалка, это может быть связано с готовкой что-нибудь, может быть вообще с другими какими-то сферами жизни. Я всегда думаю, а может все-таки стоило там рублей 800 добавить и купить что-то вот получше, например, блядь, рафинированное масло. Там 10 рублей добавить, может быть надо было купить какую-нибудь золотую семечку, а не какое-то там краснополие, да? И вот здесь вот такая же история. Ты думаешь, блин, а может все-таки там надо было добавить 800-900 рублей и взять вот такую вот малышку? Такое ощущение, что кто комментарии там писал, точнее отзывы, они не знают, что есть вот такой вот маленький анкер Soundcore Mini 3 Pro. Я вам его показывал на канале, по-моему, в декабре месяце это было. То есть вот 3 месяца назад он выходил плюс-минус на канале, вот. И там, блин, у меня такие были дичайшие впечатления по поводу звука. И в то время он стоил еще 1600 рублей. Кто подписан на мою телегу, ссылка, кстати, в описании, те его купили вот реально по сказочной цене. Сейчас он уже подорожал. Последние публикации с хорошей ценой были в районе там, может, 2-3 недели назад. 1900 за нее просили с чем-то. Это была прям классная цена. Сейчас уже 2400, 2300, где-то так гуляет, бывает 2500. Вот, короче, если в сухом остатке брать, то вот это, пускай, да, стоит 1200. Это стоило там, вот я 1200 отдавал месяц назад за нее. Это месяц назад стоило в районе там 1900. То есть разница между ними рублей 600, 700 максимум. Давайте посмотрим разницу на деле. Ну, здесь есть плотность снизу. Причем такая, вы знаете, она емкая плотность. Здесь есть хорошая середина. То есть она уверенная, опять же, многогранная. Здесь есть высокий. И в целом она звучит сбалансированно, открыто, сочно, плотно. Это лучшая маленькая колонка в данный момент. Я вам говорю железно. Сравнивали с GoKey 3. GoKey 3, мать его, не тянет. Soundcore Mini 3 Pro в данный момент лучшая колонка. Но важно, важно. Нужно будет залезть в эквалайзер. И все это дело подстроить, я показывал в полном обзоре. Приложение доступно Soundcore на телефон. Ну и, соответственно, на iOS, на Android. Там без разницы. И там нужно будет эквалайзер чуть-чуть подкрутить. Вот после такого интересного эквалайзера, вот уже история вот такая вот. Когда даже близко конкурентов нет. Здесь я не знаю, что подкручивать. Я мог бы стать любым, быть темною в аду. Вечно в аду. Вечно в аду. Вечно в аду. Вот разница глобальная между двумя этими малышками в том, что плотность низа совершенно различная. Это вообще плотность звука. Здесь вот он вот такой вот какой-то поверхностый. Вот он идет по верхам и вниз, и внизу, и в середине, и в высоких. Вот по верхам идет какие-то там сливочки такие небольшие, пенку. Даже не сливки, а пенку снимает. И все, этому достаточно. Да, громкая колонка. Стоит отметить, что даже в некоторых композициях вот эта вот малышка типа Xiaomi, она громче, чем Anker, но при этом вот-вот максимально сутуло играет. Anker же гораздо плотнее играет, гораздо сочнее здесь звук. Но при всем при этом вот в некоторых композициях немножечко проигрывает в громкости. Нужна ли вам вот эта вот сверхгромкость, которая есть здесь на Xiaomi? Огромный вообще вопрос, при условии, что максимально плоское звучание. Вот, собственно говоря, такое глобальное отличие между двумя малышками, которые в районе там 2000 рублей стоят. Стоит ли, вот я вам задаю вопрос, да, постарайтесь на него ответить в комментариях. Стоит ли овчинка выделки 700 рублей экономии, чтобы вот взять вот эту вот Xiaomi малышку, которая может быть, кому-то кажется, да, будет интереснее светиться. Можно ее неплохо там как ночник какой-то ставить. Кому-то, кто-то скажет, что типа, а мне интересно вот, что пассивки ходят. Да, с вами согласен, прикольно выглядит. Кстати, да, опять же, за эти деньги, я, честно говоря, не видел вариантов, где можно еще вот, чтобы пассивки ходили, да, это настолько было все открытое. Но про звук вот забываете вы. Стоит ли овчинка выделки? Или вы все-таки хотите взять до 2000 рублей колонку с максимально сочным звучанием? Если про максимально сочное звучание, то тогда вам обязательно стоит рассматривать вариант Anker Soundcore Mini 3 Pro, там ждать акции, скидки. Можете на телегу подписаться, как только что-то будет, я вам там сообщу. Значит, если все-таки вы хотите праздник, вот такое вот веселье, то можете рассмотреть вот эту вот небольшую колоночку типа Xiaomi. Опять же, мы не понимаем ее происхождение. Она в целом за 1200 рублей, как говорится, жрать не просит. В целом звук такой, что куда-то взять ее можно, и она сможет вашей композиции проиграть. И даже что-то, может быть, вам слегка понравится. Но какого-то чуда от нее не ждите. За 1200, за 1300, за 1400 рублей его просто нереально придумать. Здесь за двушку смогли придумать, но это все благодаря Ватбересу. Реально стоимость этой колонки там в районе 3000 рублей. Кто во что гораст, на Алиэкспресс она уже стоит сейчас в данный момент даже больше этой самой трешки. Пишите ваше мнение в комментариях, пишите ваши все мысли по поводу дичи с Ватберес, которые я вам предлагаю заказывать, рассматривать такие варианты. Если что-то есть интересное, кидайте в телегу, прям вот выходит этот ролик, и прям вот пост там отдельный этому ролику будет посвящен. Кидайте под этот ролик ссылки, ну точнее даже желательно не ссылки, а картинки, лучше скрины кидайте. Не важно, это Озон, Ватберес, Алиэкспресс, пускай даже Алиэкспресс тоже будет. Кидайте свои варианты, может что-то вы интересное хотите, чтобы на канале было протестировано. Все проштудирую, все посмотрю, и если будет прям вот реально какой-то кайф, закажем и эту дичь посмотрим. На этом сегодня и все. Подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видосы. Все, давайте красавцы. Пока!